Музыка — это проводник между духовной и чувственной жизнью. И мы с вами будем говорить о музыке в церкви. Здравствуйте! С вами Капля, рубрика «Музыка и церковь». Или, если хотите, «Музыка в церкви». Давайте будем разбираться, что такое музыка. Знаете, я никогда не задумывался, что такое музыка, потому что сам являюсь профессиональным музыкантом. И для меня это так же естественно, как сходить утро, почистить зубы, позавтракать, делать какие-то обычные наши повседневные дела. Но когда я начал разбираться, когда начал подготавливаться к этой программе, для меня стал вопрос, как же дать определение совершенно обычному человеку, который не посвящен в эту тему настолько глубоко, как я. И, знаете, я столкнулся с определенными трудностями. Итак, что же такое музыка? Музыка по-гречески «мюзике» — я могу ошибаться, я не знаток греческого языка. Это вид искусства, художественным материалом для которого является звук, который организован определенным образом во времени и в пространстве. И, знаете, из-за того, что музыка, она нематериальна, и мы ее не можем пощупать, мы ее не можем увидеть, мы можем ее только почувствовать. Появляется очень много спекуляций на тему музыки, на тему стилей, на тему каких-то определенных музыкальных инструментов в церкви. И я бы хотел сегодня рассказать, что я думаю об этом. В самом начале Библии, в книге «Бтие» в четвертой главе мы уже видим историю про музыкальные инструменты. Там есть один человек, которого Бог назвал «отцом всех играющих». И если мы будем дальше разбирать Библию, дальше смотреть историю Израиля, историю древности, то мы поймем, что музыка – это то, что сопровождало всегда Божий народ, это то, что сопровождало всегда Израиль. Когда мы начинаем вспоминать, то мы можем вспомнить особо яркие моменты в жизни Израиля. Вы помните, что вначале шли левиты, а после войско. Потом мы можем вспомнить царя Давида, который был, наверное, самый крутой музыкант в Библии. Богу очень нравилось то, что он делал. И даже в Библии целая книга, которая так и называется – «Псалтырь». То есть это песни. Давид писал их, и не только Давид. Мы можем вспомнить и других авторов «Псалтыря». И по поводу спекуляций на тему музыки. Вы знаете, что в нашей церкви не все определенным образом понимают, что такое музыка, для чего она, каким образом ее использовать. И я бы хотел поделиться одной историей. Нас пригласили на конференцию молодежь, и мы поехали в одну церковь. Что же я там услышал? Услышал я вещи. Один человек рассказывал, какая музыка Божья, какая музыка не Божья. Причем он основывался не на Библии, а на своих личных ощущениях. Он придумывал, что я сейчас буду говорить такой терминологией, не совсем понятной. Но, пожалуйста, попробуйте понять то, что я говорю. То есть он говорил, что один аккорд правильный, другой аккорд неправильный. Одна музыка мелодичная – это от Бога. А если музыка ритмичная, то она не от Бога. И у меня сразу возникают вопросы. Даже если музыка мелодична, то одна из самых мелодичных композиций является гимном сатани. А есть ритмическая музыка, которая сопровождала, например, Израиль. Мы можем вспомнить, почему он упал и Ерехон. Я считаю, что он упал в том числе и от музыки. Потому что они обходили, обходили, а потом резко закричали. Шум тоже может являться музыкой. И более того, если мы читаем псалмы, то там есть явные названия инструментов, которые являются ударными. Почему я говорю об этом? Потому что многие церкви говорят, что, к примеру, ударные инструменты нельзя использовать в богослужении. А, к примеру, хор – это очень хорошо, и этим можно пользоваться во время богослужения. То я хочу напомнить, что все музыкальные инструменты, все, абсолютно все использовались в ветхозаветном храме. Что бы я хотел сказать в конце? Я считаю, что музыка дана нам Богом, потому что музыка – это прежде всего творчество. А Бог является источником творчества, и Он сам творец. Во-вторых, что я считаю, что музыка является очень сильным оружием, и поэтому очень много спекуляций в церкви на эту тему, что можно использовать, что нельзя использовать. Здесь, на канале, вы можете задавать вопросы в комментариях, я буду их разбирать, и постараюсь максимально объективно отвечать. Субтитры создавал DimaTorzok